что покрасивее снять за повыше за моей спиной долина вся в воздушных шарах они как елочные игрушки праздничное настроение такое новогоднее большое количество китайцев вот сейчас они уже все в небесах хорошем смысле этого слова хорошие вопросы все воздушные шары проразлетались за моей спиной увидите очень уютный дворик и здесь помимо этих растений по бокам есть еще шикарные да да здесь не мечеть тебе магазинчики готов это увидеть так да да заходите посмотрите класс это все внутри скальной породы один из работников вы видел мой youtube канал и сделал мне очень хорошую скидку хороший вопрос здесь номер вообще стоит минимум это где-то от 80 лир в низкий сезон с человека в летнее время высокий сезон это где-то начинается от 150 лир до часу покажу это все входит стоимость туалет цивилизации этого так не хватало когда мы жили в палатках в этой халатры вот так и потихонечку вот так и потихонечку вся долина освещается воздушными шарами да вот так вот какие-то 15 минут может чуть больше все воздушные шары проразлетались и теперь это место какое-то такое даже пустынной сейчас будем завтракать с таким вот видом джон из кореи игорь игорь давай расскажи турецкий завтрак и что это косты и сыр оливочки очень все аппетитно хлора каньон вот красивый здесь мы были здесь мы были здесь мы были много кстати церквей для христианской культуры здесь был свое время рай вообще очень здесь все пропитанной историей буквально на днях один из рыбаков который живет в кейсари нашел окаменелость который 7 миллионов лет представляете друзья мы сейчас находимся на очень красивой террасе который находится в центре фактически так геремая здесь большое количество отдыхающих которые приезжают летать на воздушных шарах на баллонах рядом со мной ахмед которую я хотел бы поспрашивать вопросы которые вас очень интересуют меня спрашивали отвечает так нет скажи пожалуйста сколько стоит полет на воздушном шаре стоимость полета на воздушном шаре постоянно меняется зимнее время от 150 евро летом обычно около 200 евро с человека скажи пожалуйста какие нужны документы и как оформляется полет на воздушном шаре для полета на воздушном шаре туристу не нужны никакие документы нужно просто приехать в каппадокию и полететь обычно шары летают над гереме но траектория полета зависит от направления ветра обычно это гереме розовая долина или долина любви сколько людей помещается в корзину воздушного шара существуют разные размеры корзин для приватных туров это может быть 4 12 или 16 человек более популярной корзины на 20 человек но есть и такие которые вмещают 28 человек сколько стоит приватный полет цена стартует от трех тысяч евро независимо от количества людей откуда обычно я стартуют воздушные шары куда они прилетают шары всегда взлетают в одном месте и приземляются уже в другом это зависит от ветра шар может приземлиться в долине любви или в долине паша бак или в любой другой долине никогда не знаешь куда приземлиться шар кто управляет воздушными шарами как можно стать пилотом сначала два года нужно учиться в университете затем один год практики в общем три года уходит на то чтобы научиться управлять воздушным шаром сколько стоит один шар я точно не знаю но думаю что от 50 тысяч евро правда ли что в этом году китайцы выкупили все полеты на протяжении месяца до каппадокия очень популярна во всем мире в том числе среди китайцев и середины сентября по середину октября их приезжает очень много иногда стоимость полета достигает от 400 до 500 евро человека круглый год работают воздушные шары до шары летает постоянно если позволяет погода если нет ветра дождя или снега как у время года лучше всего полетать на душем шаре обычно если вы любите лето то лучшее время для вас это лето если вы больше любите осень или весну то это время для вас потому что краски отличаются от времени года для меня лучший вид на каппадокию зимой когда лежит снег летом обычно хорошая погода и шары летает практически каждый день зимой часто дуют ветра и сложно угадать с погодой я летал три раза более 100 шаров в день сколько примерно каппадокия зарабатывает день на воздушных шарах это сложно скалькулировать но думаю что от 300 тысяч евро в день как часто летают русскоязычные обычно они прилетают в южную часть чаще в анталию но в последние два года много русских туристов приезжает в каппадокию это же летают на воздушных шарах живут ли здесь иностранцы в частности русскоязычные да у меня есть русский друг который живет здесь в основном сюда приезжают на пмж из европы есть у меня знакомые и из франции сколько здесь стоит недвижимость они присоединиться в гриме недвижимость очень дорогая 2 плюс 1 может стоить 1 миллион евро если дом можно переделать в отель то цена в миллионах евро давно здесь и воздушные шары начали летать туристы начали приезжать в каппадокию 30 лет назад тогда это место еще не было так популярно шары начали летать 25 лет назад развитие туризма в каппадокии началось 14 лет назад последние полтора года появилось очень много китайских ресторанов потому что много китайцев приезжает в каппадокию они же и открывают здесь рестораны сколько здесь среднем стоит снять номер в нормальном отеле средняя цена за комнату на двоих 200 250 лир в сутки это нормальная цена или от 100 лир с человека за стандарт комнату высокий сезон цена от 150 лир с человека есть и дорогие отели например в учхи саре самый дорогой отель ердер комната стоит две три тысячи лир в сутки в гриме можно найти номер в отеле высокого класса за одну тысячу лир в сутки я задумал сделать статую красивой девушке очень хороший парень я вижу по глазам что ты бородами рассказываешь там вот и самая парень душа зовут баран баран так что не смейтесь это мой друг и учитель это получите глингер мастер баран ой как красиво очень хорошо может никогда еще так не получалось мы находимся в городе аванос это гончарный край городоку небольшой и очень такой насыщенный магазинчик в центре связано естественно с гончарным дело пожалейте 20 и всего лишь 20 вот сделали назар давыдов моим моим другом хорошенького паренек вот такая классная сама друзья прямо сейчас покажу где я остановился для того чтобы вы понимали сколько что стоит это апартаменты в центре гереме это каппадокия и сейчас вы увидите свои глазами как это выглядит высокий сезон естественно цены подороже от 100 лир и выше сейчас мне это обошлось 70 лир так что давайте пойдем и посмотрим вместе как это все выглядит мы заходим по такой небольшой лесенке попадаем сразу же в коридорчик где есть ванная зона и туалет небольшая раковина неудобная правда заходим внутрь и попадаем в очень любую комнату я здесь сегодня спал мне очень понравилось комфортно тепло есть такой нагревательный прибор есть батарея но я их не включал большой шкаф где спрятаны вещи розетки одна лампочка то не работает интернет достаточно хороший телевизор работает но не работает пульт этого я не пробовал здесь можно даже в принципе что-нибудь кидали чтобы подрезки но самое главное друзья не это самое главное что за этим за этой дверью и так выходим на наш собственный балкончик вот такой балкон не своей прилегающей территории здесь можно ставить машину я машину поставил несколько с другой стороны но здесь можете внимание есть прямо исторические артефакты в дворе и воздушные шары сверху виде прямо в доме хванили летают в этом магазине есть мастер который расписывает длинные тарелки очень красивых по своей технике сейчас нас ожидает встреча с прекрасным магазин где вот мастер называет это кружева он период и краской мелко точишь расписывать это все на одну такую тарелку уходит 20 дней тоже все вручную золотая рыбка исполняет желание настоящий мастер есть поле холл и такая школа в российской росписи училища моя тетя училась этому пилищами кисточками расписывали социальным золотом такие специальные шкатулки кто же потом ставили в печи обжигали этом мак специально очень кропотливой работу то же самое так что удивительный край и мастерами да так это было собирают воздушные шары для следующего полета так что две девушки ирина елена решили пойти на выход а не только чувствует энергетику но теперь у нас осталось 5 человек это первая квартира 3 плюс 1 сейчас мы усмотрим 2 плюс 1 большая просторная светлая хорошая квартира со всех ракурсов здесь красиво конечно каппадокия завораживает это мне французский тост вот этот французский тост как не спалось ужасно почему расскажи да хорошо нас получилось так вилку не ты говори как есть почему тебе плохо это моя вилка вообще-то было то что снимаете это не значит сейчас найдем тебе вилка ты пока скажи все-таки как ты спалось давай отлично очень хорошо да я даже не почувствовал как я заснул и как проснулся да но сейчас ты уже проснулся или да все приятно аппетита бери мой вилку